Привет, друзья! Проходите! Добро пожаловать в квартиру моей мечты! Мы находимся в прихожей и гардеробной. Так как пространство совмещенное, шкафы должны были быть максимально незаметными и их контуры сливаются со стенами. Вся моя домашняя уютная одежда хранится в спальне, а здесь только самая нарядная из одежды, обуви и сумок. Трехметровое зеркало изготовлено компанией М-Глаз, и оно забирает на себя все внимание. Благодаря зеркальной стене можно увидеть образ из любой точки комнаты, и когда заходят гости, это сразу вау, как красиво, потому что они видят себя от входной двери. И здесь спряталась постирочная. И если пройти дальше по коридору, мы попадаем в мою спальню. Пойдемте! Добро пожаловать в мою спальню. Здесь я дремлю, отдыхаю, отключаюсь от внешнего мира. Мне хотелось, открывая глаза с утра, видеть вокруг себя мягкий светлый интерьер. И кажется, это получилось. Кровати в тканевой обивке очень популярны в Калифорнии. И, конечно же, я долго о такой мечтала. Светлая рогожка в сочетании с белым постельным бельем создают ощущение настоящего облака, в котором хочется спать. Нет, это не инопланетный объект, а лампа из переработанного пластика. Скажите на инопланетянина похоже. Это российский бренд Ебурет. Прикроватным столиком я предпочла лаконичные полки. И здесь находится все, что мне необходимо для сна. Даже телефон, заряжая его ночью, я кладу сюда. И, конечно же, когда сложно проснуться, легче тянуться до полки. Мотивируешь себя. Если столик, то такой. Симпровизированный из моих любимых художественных альбомов. О ню фотографии, дикой природе, космосе, моде. Я большой фанат издательства Таше, Нори Цоли. И вы увидите по моей квартире еще множество альбомов и книг. Пушистое кресло. Это, не поверите, озон. Клево выглядит, правда? И шедевр этой комнаты. Круглое зеркало 2 на 2 метра с подсветкой. Никого не оставляет равнодушным. Покажу вам одну фишечку, которая мне очень нравится. Моя бижутерия перекочевала в ящик. Чрезвычайно удобно. И вся бижутерия у тебя на виду. Система хранения спроектирована так, чтобы куча лишних вещей заполнила все шкафы, но при этом мы их не видели. Мне кажется, в моей квартире можно реально играть в игры. Открываешь, угадаешь, что там? Пылесос! Оборудование! У меня много разнообразных увлечений, хобби, и для каждого я предусмотрела свое собственное место в квартире. Здесь, например, расположены мои фотоальбомы, которые я уже седьмой год оформляю. И мое счастье, моя большая мечта с детства. Добро пожаловать в канцелярский магазин на диване. Со всем, что мне требуется для оформления альбомов. Здесь можно найти уже художественные книги. Некоторые авторы повторяются до пяти раз. Например, Оруэл, Ремарк, Шоу. Здесь внизу моя коробка сделана на заказ для хранения снимков мгновенной печати. Я везде, по всему миру таскаю с собой полароид и привожу такие красивые снимочки. Мне кажется, это самый офигенный способ запечатлять момент. Проходите в главную комнату, в гостиную. Основной причиной покупки этой квартиры были гигантские окна в пол. Стеклянный потолок, стеклянная стена. Здесь шикарный вид, выходящий на лес. Правда, такие окна крайне трудно обслуживать. И в потолке расположилась сложнейшая система вентиляции, кондиционирования, без которых летом от жары здесь просто не выжить. И, конечно, они имеют такой прикол периодически протекать в плюсовую температуру. То, что этого до сих пор не произошло, держит исключительно, на моей вере, хорошее. Диван и кофейный стол также вдохновлены солнечной Калифорнией. Там буквально в каждой гостиной стоит такой мягкий белый диван. И он, конечно же, магнит для всех. Для моих дорогих гостей здесь может разместиться сразу много человек. Для питомцев, которых я сразу же сгоняю. Диван это российский бренд Осен. И давайте я покажу вам, что расположилось на кофейном столике. Здесь много всего интересного. Масочка с Burning Man. Не знаю, как она его пережила, даже осталась при этом беленькой. Фотоальбом, который весит 5 килограмм. Он очень тяжелый. Мой самый любимый. Я тащила его на себе из Америки. Лава диффузор с моей гравировкой. Это подарок от моей лучшей подруги Ясе. Красивая штучка и такой аромат приятный. И к разговору об еще одном из моих главных увлечений. Это винтажный Game Boy Advanced SP 2003 года. Моя первая приставка. И на нем я играла в Donkey Kong. Марио, когда мне было 6 лет, их не выпускают в белом цвете. Я отправляла его в Брянск, чтобы мы поменяли корпус на белый. И заменили экран. Теперь у него 8 режимов яркости. Пойдемте, покажу вам, как выглядит взрослая детка-геймер. Главной задачей при дизайне ТВ-консоли было то, чтобы каждая приставка располагалась в своем собственном домике. В ящике с откидной дверью, чтобы все уже сразу было подключено. Никаких розеток, проводов, чтобы это визуально не мешало. И сразу все заряжено. Просто берешь контроллер и играешь. Я очень хотела собрать коллекцию именно белой техники. И мне это удалось. Что-то здесь винтаж, что-то уже больше не продается. И если вы обратите внимание, создается ощущение, что телевизор немножечко висит в воздухе. Это благодаря тому, что я лично подбирала множество вариантов белых HDMI-проводов. Классный трюк для стилизации. Мне кажется, не всегда приходит в голову. Видеоигры расположились здесь. Их очень много. Даже те, что остались у меня с детства. Также у меня предусмотрено отдельное место для всех моих камер. В том числе и самый первый, на который я снимала. Как известно, текстиль сразу же делает интерьер. И все шторы в моей квартире – это ателье «Тогас». Белая шерсть. Невероятная красота. И они сразу сделали гостиную более легкой, воздушной. И придали такого волшебства. Единственная вещь в доме на данный момент, которая выдает мою большую любовь к музыке – это виниловый проигрыватель. Я так часто говорю об Америке, потому что там я несколько лет жила и работала с музыкальными продюсерами. Записывала свою музыку. Я и пою, и пишу песни. И здесь множество виниловых пластиночек из лавочек в Лос-Анджелесе. Где-то даже секонд-хенд. Есть мой альбом «Габион», выпущенный на виниле. А это, кстати, тоже тумбочки из переработанного пластика. Первое, что привлекает внимание на кухне – это большой кухонный остров. Он был моей головной болью в течение всего ремонта, потому что он нестандартной высоты, тяжеленный. Плита весит 150 кг. Даже стулья пришлось подрезать под его высоту. Стулья, кстати, российский бренд Annie House. Очень классный. Это массив ясеня, тонированный в белый цвет. И при этом очень легкий, их можно передвигать, если много гостей. И здесь спрятался мой любимый белый пуф. В острове также есть пространство для хранения. И моя гордость. Отдельные специальные лотки для фольги и пленки. Суперудобно. Почему у меня на кухне композиция из веточек? Потому что мне нравится, как она перекликается с видом снаружи. Там лес, и здесь небольшая частичка леса. Смешной факт. Грезы о собственной квартире начались с мечты о белом комплекте тостера и чайника Смек. Было крайне непросто найти белую бытовую технику в цвет кухни, потому что ее, в принципе, не часто производят. И я выбрала Смек. Это премиальный бренд, но техника с виду уютная. В ней отсутствует строгость и некая формальность. Духовой шкаф, СВЧ, индукционная панель, холодильник, посудомоечная машина. Вся бытовая техника в моей квартире – это Смек. Сколько часов своей жизни я потратила на организацию этих баночек, рассыпая каждую специю и орешки по своим местам. Это, кстати, баночки с обычных маркетплейсов. Суперудобно. И я абсолютно душнила, когда дело доходит до еды. У меня все полезное, здоровое, гречишное. Шоколад у меня без сахара. Скажите, это вообще нормально так хотеть организовывать пространство вокруг себя? Или я уже схожу с ума и просто этого не замечаю? Напишите мне в комментариях. В уголке кухни находятся бокалы, стаканы, еще посуда и красивая керамическая раковина с белым смесителем японского бренда Amai Kiri. В смеситель встроен специальный краник для питьевой воды. Здесь внизу под раковиной спрятался водоочиститель. И главная офигенная функция этого смесителя, благодаря гибкому шлангу можно мыть абсолютно любую посуду. И все всегда остается чистым и аккуратным. Прямо рядом с кухней располагается мой рабочий стол. Мы добрались до рабочего стола. Пожалуй, самое важное пространство в доме, потому что за этим экраном 13 лет назад я сидела монтировала и все начиналось. И именно благодаря этому я сегодня стою здесь и имею все, что имею. До сих пор весь мой контент, который вы видите в сетях, я монтирую и ретуширую сама. И вообще это офигенно, что моя профессия связана с общением с такими прекрасными людьми в сетях. Я говорю именно о тебе сейчас. Семья – это главное. И рядышком со мной обязательно всегда стоят фоторамы с фотографиями мамы, папы. Мы с моей семьей были одними из первых основателей индустрии видеоблогинга в России. И я всегда помню об этой совместной работе, почитаю ее. Это, кстати, папа в детстве. Он пухлешь! В 2017 году дизайнеры Дольче Габбана пригласили инфлюенсеров участвовать в показе. В том числе получила приглашение и я. И конкретно в этих кедах я шла по подиуму. Это был невероятно крутой опыт, масштабное событие. И в этот же день залетела на обложку японского Vogue. Я там маленькая где-то и есть. Вот я. Но опыт, конечно, был незабываемый. Я не рассказывала об этом на YouTube, но пока меня не было здесь в прошлом году, я увлеклась у нее фотографией. Именно как фотограф. Снимок, который вы видите здесь, сделала я. Это прекрасная модель Оля. И мне очень нравится запечатлять красоту тела. И с помощью фотографии показывать людям, насколько они прекрасны. В углу рабочего стола располагается мой алтарик для медитации. Благодаря медитациям я получила новую уверенность, обрела чувство гармонии и того, что я и есть своя, собственно, опора. Там, где много лет не помогала даже терапия. И, в общем, беру с собой этот алтарик, ставлю где-нибудь в квартире и сажусь в позу лутаса медитировать. Я все-таки блогер. Я должна была предусмотреть идеальный свет в своей квартире. И посмотрите, сейчас вот все красиво, вы даже не замечаете. А может быть вот так. Или еще хуже. Как вам такое? Так что свет у меня переключается. Мне всегда нравилось сочетание керамогранита и золотых смесителей. Я решила реализовать это в своей ванной комнате. Получился яркий, дерзкий акцент. Идеальные модели для себя я подбирала у Zodiac. Вся сантехника и роскошные золотые смесители в моей ванной – это итальянский бренд Nöken, эксклюзивно представленный именно у них. В Zodiac огромный выбор премиальной сантехники, керамики, мебели и интерьерных решений. Все материалы тщательно отбираются и выпускаются на производствах, не загрязняющих окружающую среду. И идеальные решения можно подобрать для себя в стилизованных шоурумах. Как это сделала я с дружелюбной классной командой, которая поможет с любыми вопросами. По-моему, получилось шикарно. Большой дилеммой было, ставить ли ванну в душевую кабину. Я боялась, что она перекроет с собой все пространство, даже рассматривала круглые модели. Но мы все правильно рассчитали. Мы ее развернули, и у нас получилось. Есть и ванна, и душ. Спасибо за просмотр. Особенный момент, потому что мы прошли этот путь вместе. Вы видели это пространство до ремонта. И сегодня познакомились с ним по-новому. Крепко обнимаю, и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова